Друзья, буквально сегодня появилась очень шокирующая информация, что Лозаннское движение, которое организовал Билли Грэм, сейчас у них происходит съезд, они прогнулись под левую пропаганду и начали утверждать очень странную мысль, что христиане могут быть геями. Сегодня в этом видео мы просто порассуждаем об этом. Я вам покажу документы, которые они сейчас предлагают всему миру, также кто за этим стоит, какие есть левые силы и что вообще будет с христианством в ближайшем будущем. Еще раз всех приветствую на канале Штунда Ти Ви. Если вы еще, друзья, не подписаны на мой YouTube, подпишитесь, помогите мне распространить христианские принципы среди большего числа людей. Итак, буквально в эти дни, с 22 сентября по 28 в Сеуле, Южная Корея, проходит четвертая Лозанская конференция. Это главный Лозанский съезд. На эту конференцию съехались лидеры разных деноминаций, баптисты, пятидесятники, харизматы со всех концов земли, с Африки, Азии, Америки, Европы. Я думаю, кто-то, возможно, есть с Украины, Белоруссии и так далее. И тут вместо того, чтобы разбирать, как евангелизировать народы, чем они всегда и занимались, они начинают пропагандировать вообще нехристианские вещи, какие-то гомосексуальные отношения, какие-то христиане-гомосексуалисты и так далее. Перед тем, как я начну, вам покажу документы. Смотрите, что такое вообще Лозанское движение в трех словах. Лозанское движение зародилось в 1974 году на Международном конгрессе по всемирной евангелизации в городе Лозанна, Швейцария. Было 2500 участников, включая ангелистов, миссионеров, руководителей миссии, теологов, пасторов и лидеров национальных церквей из 150 стран. Была одна из самых крупных христианских конференций за всю историю христианства. Главным инициатором этого движения был Билли Грэм, известный евангелист. Еще раз, цель, которую они поставили, организовав это движение, это евангелизация неверующих и особенно достигать недостигнутых для Иисуса людей. На втором конгрессе, который происходил в Филиппинах, в Маниле, они выдвинули такую теорию, я думаю, все вы знаете, окно 1040. Если взять карту мира, и там окно 1040, именно молитва и евангелизация тех стран, у которых запрещено христианство, как достичь, как послать туда миссионеров и как поддерживать там локальные церкви. И цель была одна – как евангелизировать недостигнутый евангелизации мир. Очень-очень хорошая идея. Еще раз, цель этого лозаннского движения – это только евангелизация и приводить людей к Иисусу. И так, время от времени они собирались на разные конференции, на разные съезды и решали очень важные дела. Так вот, на очередном, четвертом лозаннском съезде, который сейчас происходит в Сеуле, кроме евангелизации, они подняли еще один важный вопрос – гомосексуалисты в церкви. Что с ними делать? Как церкви реагировать? И вообще, главный вопрос был – может ли гей быть христианином? Вот такие интересные вопросы. Я не знаю, при чем здесь что, почему они не занимаются только евангелизацией, почему им нужно трогать эту тему, я не знаю. Но, смотрите, в конце концов, после долгого там обсуждения, лозаннский комитет напечатал официальное заявление по этому вопросу. Я процитирую параграф 69, опубликованный 22 сентября. Мы признаем, что ряд людей, как в церкви, так и за ее пределами, испытывают однополые влечения. И для некоторых это влечение является единственным или доминирующим. Библейские требования о том, что христиане должны противостоять искушениям и сохранять сексуальную святость как в желаниях, так и в поведении, в равной степени относятся как к гетеросексуальным влечениям, так и однополым. Однако мы признаем, что во многих поместных церквях христиане с однополым влечением сталкиваются с проблемами из-за невежества и предрассудку. Христиане с однополым влечением. И как следствие, эти христиане страдают от дискриминации и несправедливости в христианских общинах. Мы каемся в своих ошибках и сокрушаемся в том, что это причиняет вред нашим братьям и сестрам в теле Христову. И короткий 70-й параграф. Мы признаем, мы призываем христианских лидеров и местные церкви признать в наших общинах присутствие преданных верующих, испытывающих однополое влечение и поддерживать их в ученичестве, оказывая пастырскую помощь, развивая здоровые общины, любви и дружбы. Конец цитаты. Вау! Вы услышали то, что написал Лозанский комитет. Организация, которая призвана спасать людей, евангелизировать мусульман, индусов, коммунистов, буддистов и так далее. И вот это движение, которое всегда было таким огненным, спасать людей, завоевывать для Иисуса, они напечатали этот документ. То есть я подумал, что этот документ напечатали какие-то либералы, а не Лозанское движение. Что происходит? Вообще стоит отменить, что Лозанское движение тесно сотрудничает с баптистами, пятидесятниками, харизматами во многих странах, включая наши страны. Зачем Лозанскому движению вообще делать какие-то заявления по поводу геев? Я не знаю, при чем здесь что. Но они посчитали это важным, уделили этому время и написали целый документ. Вау! Давайте разберемся, что они говорят. Первое. Многие верующие испытывают однополое влечение. Они утверждают это. Мы признаем, что рад людей, как в церкви, так и за пределами, испытывают однополое влечение. Дальше, 79. Мы призываем христианских лидеров и поместной церкви признать в наших общинах присутствие преданных верующих, испытывающих однополое влечение. Итак, что они утверждают? Что в церкви есть верующие люди, которые испытывают однополое влечение. И мы призываем христианских лидеров это признать, если вы это не знали, что в ваших церквях полно людей, которые имеют влечение муж, мужчина к мужчине, женщина к женщине. И это есть во всех наших церквях. Это такая какая-то попытка легализовать гомосексуализм в церкви на высочайшем уровне. Это вообще настораживает. Смотрите, в церковь, конечно, могут приходить разные люди, которые имеют какие-то грехи. Никто их не откидает. Блудники, убийцы, воры. Но когда они приходят в церковь, то они должны меняться. Они должны оставить этот грех. Но нету такого понятия, как христианин-вор. Вот он ходит в служение, но его постоянно тянет что-то своровать. Вот он христианин-вор там, или христианин-убийца. Он ходит и постоянно хочет кого-то убить. Нет, таких людей нет. Но эти нам утверждают, что христианин-гей это норма. И мы должны привыкнуть к этому выражению. Второе. Лозанский документ, знаете, что хочет нам показать? Я уже слышал эту теорию много раз, что практиковать гомосексуальные связи это грех, но иметь влечение нет. Например, если гомосексуалист ходит в церковь, и он, ну, скажем так, не живет половой жизнью, но имеет внутри влечение, но он себя как бы там так успокаивает, то его нужно принять в члены церкви, и ему нужно дать служение, и даже он может стать пастором. Главная цель, чтобы он это не практиковал, чтобы он этим не занимался. А желания, это же, как они говорят, многие имеют. Есть желания, люди ничего не могут поделать с этими желаниями, и это оказывается нормально. Кстати, эту теорию уже давно продвигают во многих церквях, и эту теорию сильно как бы пиарили в Айхопе, когда мы говорили о молитвенной, молитвенная школа была, да, я снимал об этом отдельное видео, и там многие миссионеры, многие люди, даже мне говорили некоторые из лидеров прославления, они имели влечение, об этом все знали, однополое влечение, но им запрещалось как бы практиковать это. Но то, что ты имеешь внутри желание, это не лишает тебя христианства или служения, ты служишь, ты служитель, ты христианин. Еще раз, они говорят, что есть такое выражение, как христианин гей, и христиане сегодня должны с этим смириться, и должны это принять на ура, что есть христиане геи. Вот такая вот теория, вау, если вы не знали. Третье, что они говорят, что геи страдают в церквях от невежества и предрассудков верующих людей. Я прочитаю цитату. «Однако мы признаем, что во многих поместных церквях христиане, еще раз, с однополым влечением, христиане с однополым влечением, сталкиваются с проблемами из-за невежества и предрассудков, и как следствие страдают от дискриминации и несправедливости в христианских общинах». Снова они подчеркивают христиане с однополым влечением. Они христиане, они спасены, они идут на небо, им не нужно оставлять грех, но главное – не практиковать этот грех. И мало того, эти христиане, геи, страдают в церкви от невежества и предрассудков в христианских общинах и несправедливости. Многие имеют неправильное отношение. Смотри, какая цель этого письма, этого документа – перевоспитать христиан, чтобы мы принимали с распростертыми руками в церковь этих людей, давали им служение, возможно, даже ставили на пасторов. С одним условом, если те не будут практиковать, но мы не должны настаивать на том, чтобы они получили освобождение от этого, потому что это естественное влечение у кого-то к женщинам, у кого-то к мужчинам, и мы не должны на этом делать какое-то ударение и ни в коем случае не дискриминировать. Смотрите, многие христиане страдают от невежества предрассудку. Если вы считаете, что нельзя иметь это влечение, вы невежда, и у вас предрассудки, и вы дискриминируете этих людей. Если вы не даете служение этим людям, это дискриминация этих людей. Понимаете? Вау! Еще раз, если вы не дадите, там, гей хочет быть пастором, вы его спросили, ты не практикуешь? Он говорит, ну, последний месяц нет, вы можете поставить его на служение, а если нет, то это дискриминация. Смотрите, это такое, они говорят, невежество считать геев неспасенными. Если вы считаете, что человек гей неспасен, вы невежда, вы слабо знаете Библию, и вот Лозанский комитет вам это все объяснит. Самое главное здесь, что говорит Лозанский комитет, что мы каемся за наши предрассудки. Цитата, мы каемся в своих ошибках и сокрушаемся о том, что это причиняет вред нашим братьям и сестрам в теле Христовом. Братья и сестры, и мы каемся за это. Пастора должны покаяться, кто критиковал, кто дискриминировал, кто не давал служения, все должны покаяться. Церковь много лет ведет себя абсолютно неправильно. Церкви дискриминируют этих людей, не понимают и так далее, и мы должны поменяться. И сегодня много людей уже покаялось за то, что они дискриминировали. Тот же известный христианский писатель Макс Лукадо, автор многих книг, которых вы, возможно, читали, тоже недавно выступил с покаянием, что мы раньше дискриминировали, не понимали, у нас были предрассудки, и мы, как христиане, должны покаяться. Смотрите, церковь, настоящая церковь, никогда не унижала ни геев, ни пьяниц, ни других грешников. Все люди без Бога грешны. И церковь никогда не откидала ни геев, ни других грешников, ни прелюбодеев и так далее. Любой человек грешный имеет право прийти к Богу, прийти в церковь. Любой. Церковь никогда не выкидала никого. Но когда человек приходит в церковь к Богу, то он должен поменяться, а не церковь должна меняться. Человек, когда приходит к Богу, то с одной целью оставить свои грехи. Написано, кто крал, в предник ради. Кто обманывал, не обманывай. Кто занимался этим, ты должен получить свободу от этого влечения. Потому что если у человека постоянно есть похуй, смотрите, вы бы хотели, чтобы ваш пастор постоянно смотрел на мужчин с вожделением, но просто себя как бы так ограничивал, этим не занимался. Но всегда такая слюна течет, когда он видит других мужчин. Это нормально? К этому нас призывает Лозанский комитет. То же самое, что христианин гей, это то же самое, что христианин вор. Или там христианин убийца. Да, у меня есть желание этим заниматься, кого-то там постоянно побить или это. Но в этом и есть суть, что христианство, это полностью переворачивается желание человека. Человек освобождается от похотей, потому что это похоть, и начинает жить святой жизнью. И церковь до этого правильно проповедовала. Всю жизнь хотите, приходите, но все грешники должны поменяться. А сегодня нам пытаются впихнуть идею, они такими родились. Вы имеете предрассудки, вы дискриминируете, а это все неправильно. Сегодня получается, что Лозанский комитет обращается к пасторам и лидерам церкви и хочет их перевоспитать. Вместо того, чтобы обратиться к геям и их перевоспитать и сказать им, что вы неправильно делаете, у вас неправильное мышление. Так нет, они на Лозаннском комитете вообще не обращались к этим людям, не было никаких заявлений, не было никаких обличений, покайтесь в грехах. Нет, все было направлено на то, чтобы поменять мышление христиан, чтобы лидеры, пасторы и епископы, а там, я сказал, присутствуют много тысяч людей с разных стран, в основном это лидеры, чтобы они просто поменяли свое мышление и не дискриминировали невинненьких. Какие причины, что этот вопрос поднялся на Лозаннской конференции? Как разве будто бы нету более серьезных проблем в нашем мире, как мы сейчас будем решать эти проблемы? Я думаю, на это есть причины, это неспроста, что они там собрались спасать людей и решили заняться написать этот стыдливый, срамный, я не знаю, документ. Причин много, я не знаю, какие, я подозреваю. Говорят, что одним из основателей этого форума Лозаннского движения также было было издание Christianity Today. Это издание, которое раньше ассоциировалось с служением Билли Грэма. Насколько я понимаю, они сейчас отделились, и вот это редактор этого издания, которое сейчас одно из организаторов этого движения, Рассел Мур, его буквально недавно уличили, я об этом снимал отдельное видео, была такая Меган Башем, она сказала, что есть сведения, что его служение, Рассела Мура спонсирует фонд Сороса и Рокфеллера. Их цель просто внести левую пропаганду христианам, что аборты это нормально. Там за вакцину они промывали мозги, за демократов, за политическую, и они как бы сегодня покупают разных христианских лидеров, издания, пасторов даже, чтобы нести левую пропаганду. Поэтому мы не знаем, возможно, эти фонды Сороса и Рокфеллера узнали, что на Лозаннской конференции будет много христиан со всего мира. Поэтому, помимо евангелизации, давайте мы одну лекцию уделим еще вот этому, расскажем вам, что геев дискриминировать нельзя, и если вы их не пускаете в пасторство, вот это дискриминация. Да, всю конференцию они говорят про то, как завоевать мир, как спасать людей, как там завоевывать страны, где христианство запрещено. Ну, буквально чуть-чуть мы уделим этому, обучим, обучим нынешних пасторов и лидеров, как себя правильно вести. Поэтому, друзья, ситуация в христианстве критическая. Представьте себе, что там находятся лидеры христианские всего мира, и они услышат эту пропаганду. Я слышал, что некоторые возмущались, даже корейцы сами, на этот документ. Его там чуточку поправили, и я видел уже даже поправку новую, но там практически она не отличается. Там они немножко убрали слова, как они выражаются, но суть та же самая, что есть христиане, которые имеют влечение однополое, и вы не должны их дискриминировать, вы должны покаяться. Если они это не практикуют, они имеют право быть членами церкви, они спасены, они имеют право быть в служении. Вот и все. Вот это такая цель. Поэтому, друзья, мы видим последнее время, и грех пытается проникнуть в церковь. Не чтобы церковь, она, знаете, освящалась, очищалась от греха, но сегодня подготавливают церковь, промывают церковь, хотят, чтобы церковь, она как бы покаялась за то, что дискриминировала, и начала принимать этих за своих братьев и сестер. Редактор субтитров А.Семкин